Футболисты Самарских крыльев Советов завершают подготовку к новому сезону. Команда провела два заключительных контрольных матча. Оба против Урала из Екатеринбурга. Сначала в гостях. Соперники провели три тайма, игра завершилась 3-1 в пользу хозяев. У уральцев голы забили Андрей Егорычев, Эрик Бекфалви, Андрей Панюков. В составе самарцев отличился Дмитрий Цыпченко. Ответный матч состоялся на стадионе «Солидарность» Самара-Арена. Поединок проходил в закрытом режиме. Встреча получилась с большим объемом борьбы и грубости. Арбитр неоднократно показывал желтые карточки. Урал вновь победил, в этот раз с минимальным счетом. Единственный гол забил Юрий Железнов на 28-й минуте матча после флангового прострела в штрафную площадь Ивана Ломаева. Сразу после игры крылья Советов прямо на поле провели встречу с болельщиками, где была презентована новая игровая форма на сезон 2021-2022, которую болельщики ранее увидели в промо-ролике. Лидеры команды Антон Зиньковский и Иван Сергеев демонстрировали новую форму, катаясь на катере по Волге. На встрече самарцы смогли увидеть домашний комплект на новичках нашей команды – Даниле Липовом, Дмитрие Иванесене, Германе Анукхе. Футболисты выступили с приветственным словом к собравшимся, после чего выбили мячи с автографами игроков крыльев болельщикам на трибуну. В новом сезоне у нашей команды будет и новый дизайн капитанских повязок. Они выполнены в зелено-белосинем цвете. Их также представили на встрече. Кроме того, главный тренер Игорь Осенькин получил от партнеров клуба ключи от нового автобуса. Каждый болельщик имел возможность задать вопрос руководству или футболистам. Встреча продолжалась около 45 минут, после чего команда отправилась готовиться к старту чемпионата РПЛ. Первый домашний матч состоится 25 июля в Самаре против Ахмата из Грозного в 20 часов. Если у спортсмена нет внутреннего стержня, то ему не стать великим чемпионом. Так считал легендарный тренер Владимир Петров. И занятия с любым подопечным строил так, чтобы в первую очередь закалить характер. Это помогало его спортсменам не только на гоночном треке, но и в жизни. Александр Гусятников – многократный чемпион многодневки велогонка мира. Благодаря такой методике и добился своих успехов. Сейчас он достойно продолжает дело великого тренера, занимая пост вице-президента Европейского велосипедного союза. Конечно, это было не так просто, наверное, оценить с самого начала. Но потом я научился это делать. И, наверное, это мне помогает до сих пор в жизни, что не просто задачу поставить и выполнить, но принять правильное решение в ее выполнении и понять, какую коррекцию нужно внести в эту деятельность. Воспитанники Владимира Петрова четыре раза выигрывали Олимпиаду, 32 раза чемпионат мира и почти 500 раз чемпионат страны. А в 1980 году сборная СССР по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов. Он не только был, как сказать, тренером, он был отцом для многих ребят и готовил их, и жил с жизнью той, в которой они проживали. И он старался, чтобы они не только были спортсменами, но и людьми. Он подготовил большую плеяду именно спортсменов, те, которые достигли не просто чемпионата России, СССР, а вот именно становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Спортивная общественность, видные деятели велоспорта, коллеги и воспитанники знаменитого тренера выступили с инициативой присвоить шор номер 7 «Имя Владимира Петрова». Эту идею поддержали. И теперь юные самарские велосипедисты будут тренироваться в школе, носящей великое имя. Школа развивает направления. Велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-маутинбайк, адаптивный спорт глухих с проблемами опорно-двигательного аппарата слепых. Молодые гонщики продолжают достойно представлять Самарскую область на всероссийских и международных соревнованиях. С такой большой энергией, с такой огромной базой тренерского состава, молодежи, тренерского цеха, я думаю, что велоспорт должен подниматься выше. Будем делать все, что от нас завистишье в строительстве велотрека. И если это получится, то наша школа будет одной из лучших в мире. В честь этого события вокруг стадиона «Солидарность-арена» провели всероссийские соревнования по велоспорту «Шоссе». За победу в индивидуальных и групповых гонках боролись юноши и девушки 15-16 лет. 23 июля в Токио состоится церемония открытия летних олимпийских игр. Это долгожданная историческая олимпиада. Впервые игры пройдут в нечетный год. Впервые в истории игры в связи с чрезвычайными обстоятельствами перенесли, а не отменили. По решению спортивного арбитражного суда российские спортсмены будут выступать без государственной символики. По разным оценкам атлеты, выступающие под флагом Олимпийского комитета России и в честь побед которых будет вместо гимна звучать первый концерт Чайковского для фортепиано, завоюют около 70 медалей разного достоинства и будут бороться за попадание в тройку лучших команд неофициального медального зачета. И есть надежда, что свой вклад в копилку сборной внесут и самарские спортсмены. 63-й регион в Японии будут представлять 13 спортсменов и один тренер. Самое большое представительство у самарцев в фехтовании. Сразу 4 атлета. Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл и Антон Бородачевы. Виолетта и Павел будут выступать в соревнованиях на шпаге и первыми начнут сражения за медали 24 и 25 июля в личном разряде. 27 и 30 июля, соответственно, в командном. Братья Бородачевы будут фехтовать на рапирах. Их личный турнир пройдет 26 июля, а 1 августа мужчины вместе будут защищать честь российской команды. О самом первом из самарцев свои квалификационные выступления в Токио начнет Александр Визовкин. Отборочные старты в актимической гребле пройдут уже в день церемонии открытия игр. Но медали гребцы будут разыгрывать лишь с 27 июля. Финал мужчин в одиночном разряде запланирован на 30 число. Свои притязания на олимпийскую медаль показал Александр Лифанов на недавнем чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Из Египта самарец вернулся сразу с двумя медалями. Вместе с Максимом Кузнецовым он стал чемпионом в эстафете, а в личном разряде завоевал серебро, уступив лишь венгру Адаму Мароши. Первые квалификационные соревнования по современному пятиборью у мужчин в Токио пройдут 5 августа, а седьмого состоится финальный раунд. Чемпионка Европы подзюдо Дарья Межецкая будет представлять российских олимпийцев в категории до 57 килограммов. На татаме член самарского клуба ЦСКА выйдет в понедельник 26 июля, а затем 31 числа Дарья поможет российской сборной в командных соревнованиях. Всего один день, чтобы себя проявить, будет у Андрея Юдина. Соревнования по прыжкам на батуте пройдут 31 июля. Самое сложное предолимпийское время выдалось у пловца Александра Кудашева. 14 июля он был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, но уже через несколько дней его оправдали, и он сможет принять участие в олимпийских заплывах. Страну он будет представлять в плавании на 200 метров стилем батерфляй. На недавнем чемпионате Европы он показал в финале седьмой результат. Четвертьфинальные заплывы пройдут 26 июля, а финал 28-го. Самую уникальную олимпийскую медаль может завоевать Анна Чернышева. Города, которые принимают игры, могут включать несколько видов спорта по своему желанию. В Токио дебютирует японский вид боевого искусства карате. А вот на следующей олимпиаде в Париже этой дисциплины уже не будет. Анна стала единственной, кто будет представлять Россию в этом виде спорта. Шансы на медаль высокие. Недавно она стала чемпионом Европы. Основные бои Анны в категории до 55 килограммов состоятся 5 августа. Впервые в программу олимпиады включили дисциплину BMX Freestyle. У самарской спортсменки Екатерины Кругловой есть шанс вписать свое имя в историю. Чемпион России начнет выступление в Токио 31 июля. Анастасия Лагина и Ольга Фомина постараются помочь гандбольной сборной России повторить успех предыдущих олимпийских игр в Рио. Тогда женская команда выиграла золотую медаль. Руководить ими будет наставник Тольятинской лады Алексей Алексеев. Еще четыре игрока клуба входят в расширенный состав и могут быть вызваны на олимпиаду до старта или в ходе соревнований. На групповом этапе России предстоят матчи против Испании, Венгрии, Швеции, Бразилии и Франции. Первый матч 25 июля. Чтобы выйти в следующий раунд необходимо попасть в четверку лучших команд группы. Желаем удачи нашей сборной и самарским спортсменам на олимпиаде в Токио. С самого утра эти мальчишки готовы гонять мяч на поле. Любовь к футболу у юных игроков быстро переросла в увлечение и сформировались дворовые и школьные команды. До полноценных профессиональных соревнований подросткам еще далеко и пока что они с удовольствием участвуют в турнире «Лето с футбольным мячом». Это уже одиннадцатый год, как мы проводим этот проект, ведем. Он свое рождение получил в Самарской области. Сейчас это вышло уже на федеральный уровень и в каждом регионе Российская Федерация проводит такие турниры. Ежегодно более ста команд из разных районов города принимают участие в Самарском турнире «Лето с футбольным мячом». По традиции больше всего участников в промышленном районе, где сегодня прошел финал районного этапа соревнований. В разное время здесь набиралось от 30 до 80 любительских команд. В этом году 35. Девчонки от мальчишек не отстают и тоже с удовольствием участвуют в соревнованиях. Аналог соревнований первенства России. Сначала район, город, область, зона России. Но здесь только перескочили сразу на финальный этап. Вот сегодня непосредственно проходит финал в двух возрастных категориях. Это 2007-2009 год и 2010-2012 год. Играет команда «Спектр» и 45-я школа, и команда 149-я школа и технического лица. Девочки мы уже в финал провели. Сегодня будет именно награждение проходить. Победители районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом» представят Самару на областных соревнованиях.